Приветствую вас! Мне каждый день отвечают на вопросы одного клиента, на несколько разных вопросов одного клиента, которые идут практически рядом, вот. Я бы сказал, что это вследствие уже вашего собственного кризиса. Я бы сказал, что это означает, что проблемы, которые у вас были, есть и могут появиться, серьезно дают о себе знать. Я бы сказал, что подобное проявление, ну, то есть, вот, хотя бы ваша потребность, да, задавать вопросы, говорит о том, что он наступил некий такой критический момент, да, у вас, вот. И я бы сказал, что это свидетельствует лишь о том, что вам нужно работать. То есть, вам нужна консультация специалиста, да, консультация психолога, именно, ну, вот, именно в индивидуальной основе, на индивидуальной основе. Нужна работа с вами, да. Не в виде вопросов, да, которые вы задаете сейчас, а именно вот, именно вот, именно вот так, то есть, в режиме беседы. Потому что, ну, чувствуется, что вопросы у вас есть, вопросов много, вот, а ничего, ничего не происходит. Да, то есть, ответы, ответы, которые вам дают, ну, они, они разные, они разные. Вам нужно найти своего специалиста и уже с ним, со своим специалистом работать, работать на эту тему. Ну, на тему того, что вообще вас беспокоит, там, и так далее, и так далее. Дальше. У меня проблема в том, что у вас слишком много проблем во мне. Ксения, ну, знаете, я честно скажу, с улыбкой читал этот чат, потому что у любого человека есть проблемы. У каждого из нас есть проблемы. Проблема, это то, что на бытовом уровне движет нами, движет нас вперед, на самом деле. Вот. Понимаете? Поэтому, как бы, без проблем, без проблем, людей не бывают, в принципе. Без проблем людей не бывают. Другое дело, как вы относитесь к своим проблемам. Знаете? Другое дело, как вы воспринимаете свои проблемы. То есть, если вы считаете, что это что-то, чего быть, например, не должно, да? Это один момент. Если вы считаете, что это что-то, с чем нужно разбираться, это другой момент. Понимаете? Понимаете? Если вы воспринимаете проблемы, как что-то, что является, допустим, для вас возможностью роста, это третий момент. Да? То есть, проблемы, это нормально. Но их нужно решать. Проблема, это свидетельство того, что вам нужно корректировать свое поведение. А, я трусиха, пишите вы, боюсь насекомых, некоторых животных и фильмов ужасных. Ага, значит, смотрите, ну, страх – это запрет. То есть, страх – это то, что нам внушили родительские фигуры на то, что это страшно. То, что этого, ну, нужно бояться. Например. Понимаете? Скайф, что ли. Вот. И, значит, значит, я думаю, я думаю, что нужно, 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 определить для начала, чем для вас это так страшно. Вот. Во-первых, чем для вас так страшно. Во-вторых, какая выгода вам от того, что вы боитесь? То есть, вот, страх какой вам дает какую-то выгоду. И мне кажется, мне кажется, что это очень важный момент. Вот. Вот. Ну, то есть, это очень важный момент. Что вам дает страх? Ваш страх? Дальше идем. Так. Ну, столько, что я потом не могу с кровати встать, пишите. Ну, это подавление. Уже несколько лет со светом, если одна, включаю телевизор или музыку, чтобы не услышать случайно стран странных звуков. Знаете, как вам сказать, это вот некое такое, такое, ну, такое детское состояние. Это вот такое детское состояние, которое, ну, которое помогает вам, вот, которое, ну, которое помогает вам, получать то, что вы хотите, вот, то, что вам нужно, грубо говоря. Да. Ну, вот. То есть, я так, е-е-е-е-е-е-е-е, думаю, да… Что вам это для чего-то нужно. Знаете, вот. Ну или подумать, для чего. Так, также у меня дикая неуверенность в себе, как кажется, что я прям самая стрёмная неуверенность в себе, то есть сомнение. То есть нет уверенности в том, что то, что вы делаете знаете, да, ну, является чем-то правильным, чем-то хорошим, да, вот, и так далее, то есть вот такая история. Ну давайте подумаем, а что нужно, что нужно для того, чтобы вы чувствовали себя уверенно? А, для этого вам нужно, а, четкая система ценностей, ваша, ваша четкость, система ценностей. А, б, 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 ну, нужно такое же четкое знание своих способностей. То есть знание того, что я способен, что я могу, что я хочу, не менее важно. И вот это всё вместе, это всё вместе позволит вам быть более увереннее в себе. То есть я, как это происходит, я прислушиваюсь к себе, да, я ориентируюсь на свои ценности, опираюсь на свои желания, которые, ну, вот, у меня есть, да, и, значит, если я строю свою, допустим, ну, своё поведение, свою модель поведения так, если я строю свою модель поведения так, то я отталкиваюсь от себя, от своих моральных норм, от своей системы ценностей, но не от других. То есть на других, на других я не ориентируюсь, на других я не обращаю внимание, потому что у меня есть своя система ценностей, свои, как бы, ну, свои взгляды. Вот это, это, то, что нужно для повышения уверенности в себе. Ну и, конечно, конечно, что вполне нормально, да, это ещё и поиск, скажем так, тех сбивающих факторов, да, то есть, ну, тех вот, так сказать, мешающих вам факторов, которые делают вас не свободной. То есть вы же, вот вы говорите, что вам кажется, что вы, там, стрёмно, ну, грубо говоря, да, вы же откуда-то это взяли. То есть откуда-то у вас эта информация о себе появилась. Вот источник этой информации нужно найти. И опираться нужно здесь на то, ещё раз повторяю, да, опираться нужно здесь на то, что вам это даёт. А даёт вам это чувство безопасности, вот, даёт вам это чувство даже, что вы выжили, что, то есть вы привыкли так выживать, как вы выживаете так, буквально в смысле слова, вот, и, соответственно, менять свою модель поведения. То есть неверность в себе, это, конечно, тяжело, но это решаемо, вполне. Если есть желание, то вполне решаемо. Так, даже была ситуация, когда нравилось почти всем мужчинам в коллективе, по крайней мере, так говорили, но я искал в этом по-двуху. Ну, здесь мне представляется история такой, что вот одна из моих коллег, это Мария Анатольевна, сказала, что у вас запрет на счастье. Мне кажется, мне кажется, что у вас не на счастье запрет, а на успех. То есть вы не верите в то, что вы сможете добиться успеха. Есть такой сценарий жизненный, он называется, этот жизненный сценарий, он называется, после того, как он называется. То есть там обычно ситуация развивается следующим образом. Человек счастлив, человек счастлив, но ему как бы внутренний голос говорит, что вот тебе сейчас хорошо, тебе сейчас хорошо, а потом будет плохо, обязательно. Вот. Ну, это можно по аналогии, да, с дамокловым мечом. Дамоклов меч. Да, ты что-то сделаешь, а потом у тебя бац, и всё. Ну, соответственно, это жизненный сценарий такой. И этот жизненный сценарий можно скорректировать. Если найти ключевые моменты того, когда вы решили этому сценарию следовать, грубо говоря. Так, например, что они насмехаются. А вас это задевает как-то? Так же, меня очень-очень волнует мнение людей, а жить с этим невозможно. Помимо меня от этого стреляются мышцы, так как всё воспринимают в штыки, и каждый щутку воспринимают всерьёз. Где-то на меня посмотришь, как-то не так, как мне кажется, я уже думаю, что меня обсуждают. Но опять же, опять же. Это скорее результат и следствие того, о чём я говорил. То есть, это результат и следствие отсутствия вашей системы сценарий. Вот. Своей. То есть, почему вас волнует мнение других людей? Почему? Потому что своего у вас нет. То есть, волнует мнение других, потому что нечем заменить. Нужно больше внимания на себя. Ну, акцентировать. Больше внимания на себя. Больше внимания себе на вас. Личные границы. Личное пространство. Критерии своего выбора. Вот. Ну. Которые вы делаете, совершаете. Так. Значит. Ну и, соответственно, здесь опять же история такая. Да. Вот. Вы пишите, что мне кажется, я уже думаю, что меня обсуждают. И что. А еще я очень ревнивая, но думаю, это связано с неуверенностью. Это связано с соответствием значимости. Собственной. Собственной. То есть. Понимаете. Давайте подумаем. Вы работаете. Да. У вас есть, ну, как бы, коллектив. Да. Вы работаете. Вот. Ээээ… Для чего вы работаете? Чтобы что вы работаете? Какая основная цель работа? Ну, 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 в коллективе. В коллективе. То есть вы вот говорите, да, что я нравилась всем мужчинам в коллективе. Хорошо. То хорошо, что нравилась всем мужчинам в коллективе. Только вы работать пришли. Знаете, какая, какая, какой момент. Вы работать пришли. Не мужчинам нравится, а работа. Это несколько разные вещи. Знаете? Получается, что работе, как таковой работе, вы внимания не уделяете или уделяете в меньшей степени. Почему так? Почему такое стало возможно? Потому что работа сама по себе либо вас не интересует, либо не нужно. А это, это прямая дорожка к отсутствию собственной значимости. Вот. Прям прямая. Поэтому ревность эта связана вот с этим. Еще ревность связана с драком одиночества. Который, в свою очередь, происходит от того, что человек не может оставаться наедине с собой. не принимает себя. Имеет место быть у него, там, ну, внутренние конфликты. Например. Например. Я не говорю все. Это обязательно. Так. Вот. Знаете? Ага. Дальше. Флэшбеки всплывают часто. Если вы живете в прошлом, да, то есть, ну, флэшбек это прошлое, а если вы живете в прошлом, то это, скажем так, позиция родителя. То, что вы живете в прошлом. То есть, я имею в виду, что прошлое вы не можете отпустить, а по той причине, по той причине, что вы за него держитесь. Вот. А держится за прошлое обычно родители. Ну, родительская фигура, фигура держится за прошлое. Как правило. Вот. Поэтому здесь, здесь история именно такая. Часто бывает и так, что человек обращается в прошлое только, ну, только потому, только по той причине, значит, что реальной жизни у него нет. То есть, нет здесь и сейчас, нет будущего, ну, по мнению человека, будущего нет. Есть только прошлое. И поэтому человек тоже может жить в прошлом. Не могу отпустить даже то, что творил лет в одиннадцать. Это, конечно, очень интересно вы написали. Не могу отпустить. Не могу отпустить то, что творил лет в одиннадцать. Что это значит не могу отпустить? То есть, виню себя за то, что творил в одиннадцать лет. Или как? Как? А, а кто обвиняет? А, а кто обвиняет? Кто обвиняет? Ну, ну, вот, 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 например. Кто обвиняет? За то, что вы творили, эээ, за то, что вы творили, эээ, в одиннадцать лет. Кто обвиняет? Кто обвиняет? Какой цель? Что вам это дает? Что бы, что бы вы не творили в одиннадцать лет, эээ, для подростка, это нормально. Главное, что вы делаете сейчас. Понимаете, сейчас. Не тогда. Вот. Но, вы, на это, эээ, внимание не обращает. То есть, вам, как бы, как бы, этот аспект не так важен. Вам, эээ, просто, судя по, ну, вот, судя по тому, что вы пишете, да? Вам просто нужно себя обвинять. По-другому вы, эээ, чувствуете себя, ну, скажем, скажем так, ну, деструктивно, да, некомфортно. По-другому. А почему так происходит? Из-за чего так происходит? А еще я очень вспыльчивый, иногда неадекватный, меня легко вывести из себя. Так, в одном человеке может быть столько проблем, от чего? Ну, от очень многих фактов. Воспитание в семье, собственные представления, степень свободы, критерий выбора, формирования личности, смыслы. Возможно ли от этого избавиться? Да, возможно, в ходе личной терапии, в ходе индивидуальной работы от этого всего можно избавиться. Но я бы сказал, что избавляться от этого не нужно, потому что это все вы. И вспыльчивость, ваша ревность. Это все просто, знаете, как сказать, это все просто неумелое выражение своих чувств, своих желаний. просто не умеете вы, как бы, ну, грамотно выражнять это. Не умеете вы контролировать, ну, себя, да, не умеете вы обслеживать свои всплески, вот, и так далее, но просто не умеете. Этому можно научиться. потому что те желания, которые стоят вот за, ну, за вашими эмоциями, те желания, они естественные. Их подавлять не нужно, их подавлять не нужно. Учиться уметь грамотно выражать их, да, можно и нужно, полезно будет для вас. Вот. Ну, и, конечно, мешать все в одну кучу тоже не стоит, да. То есть, если, если вы, грубо говоря, допустим, решили, решили работать, да, ну, с психологом, например, то с психологом нужно все, как бы, планомерно, последовательно изучать. А не так вот, что задала вопрос про это, задала вопрос про это, спросила про это, спросила про это, и все. Вот. То есть, это, ну, к сожалению, это не так работает, вот. Проблем действительно много, я думаю, что, ну, имеет смысл вам, может быть, даже к врачу сходить, просто проверить свое здоровье, вот. Ну, на всякий случай, да, мало ли что, вот. И, соответственно, уже разбираться тогда. От того, насколько вы серьезно настроены, да, зависит успех. То есть, если вы настроены прям серьезно-серьезно, то выбирайте себе психолога и начинайте работу. Вот. Ну, а если, если вы просто хотите узнать, вот, ну, можете задать еще много вопросов, тем более, что они у вас бесплатные. Вот. Только, только, что вам это даст? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Подробнее.